Давайте вот это юзнем. И все такие, уу-уу-уу, таким моторчик, моторчик в попе появился. Ну, по большому счету меня все устраивает. Я, и вот это мне нравится. Смотрите, они теперь сюда ходят кушать. А ничего поближе нет? Ничего, что там столовая есть? Знаете, я думаю, что в столовой, в столовой, стоит заменить стулья на крутые стулья. То есть мне сюда надо 16 крутых стульев. Мы сейчас напряжем Илью, чтобы он нам сделал 16 крутых стульев, потому что эти красавцы ходят кушать. Фиг знает куда. Для этого надо обычных стульев, еще 7. Что? А, дерева нет. Ну, хорошо, тогда давай вот эти все скрафть. Ткани нет. Куда? Куда деваются мои ресурсы? Я что, слишком много чего-то продала? Вот. Вот. Почему вы говорите мне, что у меня нету ткани? Или чего-то там? У меня всего в достатке. У меня всего в огромном количестве. Я хочу вот этих баночек. И, в принципе, они у меня должны быть. Они вроде бы у меня есть. Я же их продавала даже. Итак, баночки. Да, они у меня есть, но я их поставить не могу. Я могу выставить только вот эти бонусы. А что сделать с этими баночками? Что делать с вот этими бинтами? Кто к нам приехал? К нам приехал опять торговец с едой. До свидания. До свидания. Давайте ускорим. Ну, видите, вот эта ускорянка не насильно долго на них работает. Вы здесь уже все сделали? Я могу, конечно, вам сказать, еще покопать. Вот так вот. И вот так вот. Копать. Ой, это я что-то... Эй, пускай будет. Боже, как красиво. На закате здесь красивее всего. Вот когда уже свет не такой яркий. Когда солнышко садится, небо такое приятное, теплое. Легкие сумерки. Предвкушение зажигания огней. И фонарики зажглись. Вот эти башни очень-очень-очень атмосферные. Здесь у нас водичка. Она даже типа течет. Милота. Милота невероятная. И я очень рада, что я заборола эту автобусную остановку. Потому что такие приключения с одним строением могут быть только у меня. Отлично. Отлично. Сейчас Илья сделает стульчиков. Значит, сколько у нас будет стульчиков? У нас уже есть пять стульчиков. Давайте здесь заменим. Вот так вот. Забрать. 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 И сразу Илья прибежал. Ну вот. Ты что, прям четыре стула за раз относишь? Ой, все. И здесь поставим. Я понимаю, что они не вписываются как бы в интерьер. Но мне кажется, что на более крутых стульях им и сидеть будет приятней. Я прям уверена в этом. М-де. Ну, и у меня такой пол в клеточку. И, ну, в шахматную такую эту. И стулья такие в шахматную. Ничего. Симпатичненько. Симпатичненько. Чем вы все занимаетесь? Все отлично. В Багдаде все спокойно. Но по факту мы уже рассмотрели все механики игры. Или я ошибаюсь? Поправьте меня, если мы не все механики игры рассмотрели. Мы сейчас еще, конечно, дождемся немножко металлов. Еще попробую сделать турельки. Я хочу посмотреть, как они выглядят. У меня нету древесины. У меня есть металлы, но нету древесины. И смотрите, что у нас подросло. У нас подросли деревья. И мы сейчас возьмем и их срубим. Хотя я там еще и копать-то значила огромное количество. Но ничего, мы еще и рубить скажем. И ускорим. Дэйли апдейт. Я знаю, что я не прошла. Я и не жду никого. Спасибо. А еще мы, кажется, размышляли на тему того, что можно вот здесь сделать домик. Ой, смотрите. А у нас здесь только одна это. Вот. Отлично. Мне кажется, что так будет хорошо. Они сносят быстренько их, но будет немножечко дольше. Здесь мы, по большому счету, тоже можем сделать, вот, например, ворота поставить здесь. Пауза. Откуда? Отсюда идут. С моей самой защищенной стороны, кстати, идут. Но их много. Их много. Как ни крути, их много. Так. Ребята. Мой бравый отряд. Сюда. Мирное население. Пока что не прячемся. Мне кажется, что наши справятся. Ребята прям были под боком. Нет, опять торгуют с едой. Ай, под... Оооо. Смотрите. Лучник вынес. Лучник вынес это. Вы это видели? Давайте воспользуемся этим. Воспользуемся силой. И воспользуемся куражом. Я надеюсь, я вам помогла. Лучник сломал мой репострел. Я ненавижу лучник. Ой, а мой только лучник пришел. Ванечка прокачался. Отлично. Ну, два хилера лучше, чем один хилер. Соглашусь. Все, мы сделали их танка. И сейчас будем долго и нудно бегать за вот этими. Вот серьезно. Ну, смотрите, что творится. А они... Вот это надолго. Вот эти начинают убегать. Эти начинают их догонять. Все настолько плохо. Прямо писать вам не могу. Но то, что у меня сломалась эта репострелка, это очень печально. Да, добейте его уже. Смотрите, что творится. Он же отводит... Он же отводит моих воинов. Вы же понимаете, что он делает. Он вас отводит. Он вас кайтит. Просто кайтит. Пока его собратья расстреливают вас сзади. Глупцы, вернитесь. Все плохо. Это декоративная ваза. Нет. Не надо это лутать. Возможно, потом. Глупцы. Просто глупцы. И они этим вечность будут заниматься. Илья, ты зачем побежал? Ты пошел лутать? А может, не надо? Там еще битва не закончилась. Илья, не надо. Илья, пожалуйста. Он за вазочка побежал. Все, закончили? Ну, хорошо. Долго. Мучительно. Я бы не сказала, что безрезультатно. А куда делись все? Или... А, я вот здесь строила. Я уже думала, куда все делось. Хорошо, продолжим. Итак. Здесь поставим... Вот так вот, да? Или же... Вот так вот поставим. А заборчик... Ну, не будет прилегать. Ну, хотя бы торчать не будет сильно. Потому что то, что я первоначально сделала, это слишком было. Это слишком было для любых глаз. Это все потому, что я сделала такую какую-то непонятную дорожку в начале. Надо, наверное, в самом начале уже отталкиваться от... Ну, вот репострил мне жалко. Вот на самом деле жалко. Ребят. Сейчас я вас почитаю. У меня здесь... А вы что, уже закончили рубить? А почему отменилось все? Вы пошли носить эти заборчики? А ну, рубить! Все рубить. Хорошо, я так думаю, у нас дерево уже побольше прибавилось. Давайте нагрузим кузнеца. Скажем, ему пускай делает сразу железо. Нам железо надо, да? Что еще надо? Нам еще сталенька нужна. Бронечку он уже сделал. По сути, если мы сейчас зайдем на наших... На наших... Рыцарей... Нет, не чанчжо. Почему я всегда жмакаю чанчжо? Я не хочу менять вам работу. Честное слово. Филин. Покажись. В чем ты? Оооо, мои рыцари уже серебряные. Серебряные блестящие красавцы. Ух! Ух, смотрите, сколько у них бафов. У них... Сила. Большая. А, это от клерика. А, это от клерика. Больше клериков, больше бонуса. Все рядышком. Это хорошо. Рядышком к найты. Рядышком к найты. Ой, пять, пять. Пауза. Пауза. Рядышком его сопартийцы. Еще и хорошая броня. А, то есть клерик рядом, хорошо. Два клерика рядом. Еще лучше. Друзья по оружию. Товарищи по оружию. Отлично. Товарищи по оружию такие же, как я. Ну, то есть моей профессии еще лучше. И за все это мы получаем бонусы. И за бронечку получили бонусы. Хорошо. Я еще хотела для клериков скрафтить. Вот сейчас мы с нападением разберемся. Только скажу, что я хочу для клериков как раз на две штучки. Как раз самое-самое то. Хотя клериков особо и не бьют. Вот. Они стоят себе в сторонке, там пью-пью-пью ручками. И все хорошо. Так. Daily Update. Мы провалили. Где вторжение? Вторжение. Вторжение. А где, собственно? Вот здесь. Серьезно? Один гоблин? В черной пижаме. О, в черной пижаме. Один вторженец в черной пижаме. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим, что он будет делать. Выходи из лесу. Выходи, подлый трус. Я тебя вижу. Где-то. Где он? И где он? И что он собирается делать? Так. У меня тут кто-то гуляет. Это гоблины гуляют. Почему он не выходит из лесу? Он вход ищет или что? Или он потерялся? Так. Извините. Я знаю, что я сейчас мучаю ваши глазки. Но я не вижу, где он. Странная такая угроза, знаете, которая вовсе и не угроза. Он не намерен на меня нападать. Вот здесь еще маленькие гоблины есть. Ну, пускай себе будут. Они меня не трогают. Я их не трогаю. Зачем мне на них нападать первой? Если бы там кто-то вкусненький водился, так сразу да, а так нет. Хорошо, мы это делаем, мы это делаем. Также нам надо качать нашего, нашего этого, инженера. И ему нужна тоже сталь. Мы сейчас всю сталь изведем. Я поняла. После того, как сделаешь вот эти обручи, я не знаю, как это назвать. А, у тебя еще в процессе стали много. Ну, работай, не буду отвлекать. Давайте мы даже ускорим время, пускай себе работает потихонечку. И надо бы расставить деревья. Мы срубили, молодцы. Надо бы поставить новеньких. У нас их много. Вот, давайте вот так вот. Вот, раз, два, три. Раз, два, три. Пускай себе растут. Очень удобно. И если прям сильно в строительство не упарываться, то это покрывает все потребности в тревесинке. Мне очень нравится. Я могу тебя перенести? Я могу тебя перенести. Давайте мы это перенесем вот сюда. Мне оно там мешает. Мешает и не вписывается. Как-то так. Все, все у меня при трудах. И чатик. Так. О, к нам пришел торговец. Смотрите. Легкие стрелы он нам принес. Он принес нам броню. Смотрите. Он принес нам броню из толстой кожи, которая плюс четыре. Ну, у меня такая же. Принес молотый. Принес бронзовые эти. Ну, у меня они тоже есть, валяются где-то. Говорите, щиты посмотрите. Хорошо. До свидания. Говорите, щиты глянуть. Мы сначала посмотрим, что у наших воинов. Хорошо. Ваня прокачался, насколько я поняла. Что у наших воинов? У наших воинов просто кнайт шилд, рыцарский шилд на плюс четыре. Что я могу скрафтить? Все, это можно закрыть. Что я могу скрафтить? Я могу скрафтить вот это на плюс шесть. Ровно две штучки. Да? Если мы сейчас это железо мы делаем, потом он сделает это, у него кончится сталь. Мы опять попросим сделать две сталь. Давайте четыре попросим. И после этого попросим два щита. Вот наконец-то, наконец-то куда-то пойдет золото. Вот щиты, да. Щиты, соглашусь, не лучшие у меня. Это у них есть, у них лучшие мечи. Насчет лучника я тоже уже сделала самый лучший лук, который могла. Который доступен у Ильи. Вот, это самый крутой лук, который доступен. И также я у моей швеи сделала вот эти огненные стрелы. Тоже больше, больше круче некуда. Круче уже некуда. Вроде бы все с этим. Мы ждем немножечко металлов, чтобы сделалось для наших воинов. И также попробуем сделать, точнее покачать. Хотя у меня никуда больше бронза не идет. Давайте покачаем кини на бронзовых шестернях. Ну, прям не шестьдесят, но вот пятнадцать можно сделать. Да, я думаю, что пятнадцать будет в самый раз. Мы еще ловушечки можем делать, но я не сильно так вижу смысл делать эти ловушки. Ну, если у нас уже будет так много бронза, ну, хорошо. Давайте сделаем пять ловушек. Качайся, моя, моя хорошая. Все, мы, кажется, обмуровались со всех сторон. Еще, по большому счету, могут отсюда прийти, но пускай себе приходят. Они наткнутся на вот это. Вот. Здесь кого-то убили. Здесь кто-то разрастается. Ну, пускай себе разрастается. Что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас там кладбище. Знаете, очень может быть, что со временем... А давайте сюда сходим. Я думаю, что надо сюда сходить. Просто со временем, может, они станут очень сильные, и тогда на нас нападут. Я бы этого не хотела. Так что надо ударить на упреждение. Но перед этим, перед этим, перед этим... Надо сохраниться. Хорошо, что вот тогда, когда Ки не погибла, мы перед этим сохранялись. И таким образом мы ее спасли. Я была очень... Это порядочный вор. Типа, ой, все закрыто. Ну, я завтра приду. Может, будет что-то. Или он такой ворует, только то, что плохо лежит. Такой, ой, у вас везде порядок. Ну, хорошо. Давайте я потом забегу. Вдруг что валяться будет. Ну что, бежим? Бежим, друзьяшки. Кто у нас впереди планеты всей? Кто? Кто тут самый бравый? Эть? Кто? Чилл! Чилл! Смотрите! Девушка! Какая? И отгребает-то хорошенечко? Нет, оно все какое-то слабенькое. Видите? Очень-очень легко убили всех. Ну, лут, конечно, вкуснятенький здесь. Ну, далеко ходить. Не погибнет ли кто-то, пока мы будем здесь бегать? Я, наверное, отменю здесь сбор ресурсов. Вот здесь я отменю. С вашего позволения. Не такое прям все дорогое, чтобы жертвовать моими воинами. Что здесь? Что здесь? Здесь просто короткий меч. Здесь кожаная броня и железная броня. И буквально один золотой слиток. Никакие материальные ценности не стоят жизни наших граждан, ребят. Нет. Особенно, если они не очень-то и ценные. Мне кажется так. Вот здесь мы больше накопали. Вот серьезно. Ох, мои маленькие хомячки. Диги-диги-холл. Смотрите, сколько золотишко. Медя. Это что? Это серебро. А где железка? Это тин. Где железка? Эй. А вот. И железка. И уголечек. Ух, мои хорошие. Хорошо. Смотрим на наших клериков. Я надеюсь, что им уже вручили их обмундирование. Нет. Вот, только что. Только что. Отлично. Смотрите, какая прелесть. Плюс три к защите. Мои хорошие. Сострадание. О, какая милота. Так, кузнец. Кузнец, чем ты занят? Ты заканчиваешь щиты. Супер. Ты апгрейднул еще наших рыцарей. Прекрасно. Сейчас солнышко зайдет, и здесь загорится очаг. Здесь можно какие-то собрания проводить. Серьезно. Ооо. Сейчас кто-то принесет древесинку, чтобы зажечь очаг. Я же не ошибаюсь? Вы всегда его зажигаете? Кто? Ну, я жду. Вот, 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 вот. Кто бежит? Какая-то лорна. Лорна сейчас прибежит. Кинет сюда кусочек дерева. Разве это не может умилять? Учил копье, вроде бы, не топчик по оружию. Ну, давайте посмотрим. Смотрите. Что доступно воинам? Что доступно воинам? Воинам доступно копье. У него 20 атаки. Потом это все для кнайтов. И потом доступен двуручный меч. У него 28 атаки. Но мне почему-то на предыдущем стриме писали, что двуручный меч. Не-не-не, фу-фу-фу и так далее. Я бы его сделала, но вы видите, на него надо 6 стали. А у меня как-то туговато сейчас со стали. Я очень хочу турельки попробовать. И все, никак к ним не могу добраться. Но, надеюсь, сейчас мы это... Ты еще не прокачалась? Холосая моя, ну, пожалуйста. Ну, давай, сделай еще. 10. Сделай. Сделай еще 10. А потом еще 10 этого. Ну, делай же что-то. Качайся. Я же в тебя верю. Посмотрим, куда можно применить вот эти наши ловушки. Куда их можно применить? А мои красавцы не будут на них наступать? О, Кинни прокачалась до инженера третьего уровня. Замечательно. Давайте где-то развернем. Вот, как-то я не знаю. Я не знаю, как их использовать на самом деле. Я просто здесь наставлю. Надеюсь, мои... Он кака. Но, видите, вы говорите кака. Поэтому копье это самое лучшее из того, что осталось. Я надеюсь, мои наступать на это не будут. Все принесли, поставили. Причем так внахлест, как я и сказала. Посмотрим. 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 И у них, кажется, нету лимита. А, их можно только восемь поставить. Стоп, 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 стоп. Где? А, опять этот вор. Вор, прекрати. Ты ничего не воруешь. Ты только меня пугаешь. Давайте обратимся к Кене. Опять гоблин. Обратимся к Кене. Скажем, что эти шестеренки уже можно не делать. И это можно не делать. Остановись. И у меня кончилась сталь. Слейвер. У меня нужна сталь. Мне опять нужна сталь. Я понимаю, что я тебя уже засталила с этой сталью. Но, пожалуйста. Десять. Пожалуйста. Я не виновата, что она везде нужна. Просто практически везде. Или у вас есть чем заняться? У вас есть чем заняться. Не буду вас нагружать лишними заданиями. Можно выпить вот баночку для скорости, чтобы они побыстрее это все делали. Видите, они сразу такой ветерочек в попе. И побежали, побежали. Нет. Жулик, не воруй. Вот. Решил запугать флешку. На все его надежды канули в небытие. Ну что у нас там со сталью? Ты трудишься? А, Кене, Кене. Что ты делала, Кене? О, давайте сделаем. Ну хотя бы одну пока что. Потом еще одну. Потом еще одну в очередь поставим. Вот как раз слейвер закончит. Ты что, застряла? Не, не, не. Нет. Это ты на сохранение так немножечко застряла. Выглядело как будто... Все, ты доделала или нет? Решила покушать. И все равно на лавочки садятся. Нет. Им пофигу, на какие стулья садиться. Они просто предпочитают лавочки стульем. Вот как-то так. Даже если это очень крутые стулья. Странно, непонятно, но... Может, может, было бы хорошо, если бы у предметов интерьера был показатель комфорта, как это есть в Craftsy World. Вот, там у каждого предмета есть показатель комфорта или как-то интерьера, как-то так оно там называется. Не суть, да важно, как это назвать. Чтобы было понятно, какая вещь лучше, какая хуже. Вот. Потому что сейчас очень-очень непонятно. Как бы лавочки, они очень простые, доступны практически сразу. А вот такие крутые стулья, вроде бы, и там простой стул, потом его оббивают шелковой тканью. Что-то там еще набивают, чтобы он был мягкий и красивый. Но он не такой крутой, как простая каменная лавочка. Недоумение. Недоумение. Итак, смотрим. У нас есть вот такая вот турелька. Турелька. Но у нас все время с этой стороны идут. Я даже не знаю, где ставить, потому что... Ну, давайте вот здесь поставим. Где? 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 Где поставить? Где поставить? Ну, хорошо, здесь поставим. Отсюда давно уже никто не шел. И посмотрим. Посмотрит, может, потом, как оно работает. Кто бежит? Кто бежит? Кто ты? А, Алекс. Алекс не в ту турельку. А кто за тобой бежит? А за тобой бежит Девона. Вот. И таких турелек... А почему вы мне говорите, что турелек поставили на 4 из 4? Если я поставила только 2? Почему вы меня обманываете? Там турпин. Или они тоже считаются? А, они тоже считаются. Я думала, что это разные виды, и они идут в разный зачет. Но, оказывается, считаются. Немножко печально. Зажигаешь костер. Ух ты, умница. Опять лорна. Опять лорна. Мои хорошие. Вот так вот. Вот вроде бы все уже попробовали. Всех уже приодели. Что еще у Кини есть? У Кини есть вот еще такие ловушечки. Давайте сделаем таких две штучки. Почему бы и нет? Сделаем еще такие две штучки. Еще вот есть такая дверь. Вот. И эта дверь... Это если комнату сохранения, вот такую вот комнату сохранения делать в помещении, то, наверное, лучше ставить такую железную дверь. Было бы еще хорошо, чтобы инженер делал какие-то, может, механические воротца. Вот очень крутые. Или же это есть у кузнеца. Я не видела у кузнеца каких-то ворот. К сожалению. Это вы про этот сундук крутой у кузнеца говорили. Он тоже сталенькую использует. Лучше бы ты его чисто из золота делал. Честное слово. Но мы все равно потом скрафтим один. Давайте. Один сделаем, поставим, потому что... Потому что я хочу созерцать прекрасный предмет. Я даже не знаю, где его разместить. Но мы его точно сделаем. Все что-то делают, бегают. Шуршат такие. О, они еще делают потягушки перед тем, как ложиться спать. Ну, не мило же. Итак, мой сундук готов. Вот, и есть ловушки. Ловушки можно поставить, например, здесь. И... И... Ипп, ипп... У вас... Вот так вот. И вот так вот. Будем ловить гоблинов на яблочко. И... И так же сундук. Сундук, сундук, сундук. Где ты будешь? Или у тебя закончилась сталенька? Давайте посмотрим. Да нет. Сталенька... Сталенька есть. А, нет, закончилась сталенька. Хорошо. Ну, ты же кузнец. Ты же можешь себе сделать сталеньку. Ну, что ты такой. Просто поставь в очередь то, что тебе надо. Здесь автосейфы достаточно часто. Это хорошо. О, а гоблин. Он же маленький. Сейчас посмотрим, как гоблин налезет на... Давай. А он вообще не собирался к нам идти. А он что, сам сгорел? Так. Нет. Спасибо. Daily Update. Я знаю. Я хочу посмотреть еще на сундук. Ты уже сделал? Ты уже сделал. Я правильно понимаю? Ты уже сделал. Давайте посмотрим на сундучок. Ах, красавец. Вот. Вот какая прелесть. И куда его поставить? Можно, конечно, вот здесь разместить его. Правда, я не знаю, что туда носить. Нет, не хочу здесь. Я не знаю, куда его поставить. Давайте здесь, возле моего домика, вот этого, поставим. Или вот возле торговца. О, будет у нас крутой торговец. И знаете, что мы туда будем складывать? Давайте, угадайте, что мы туда будем складывать. Мы туда будем складывать деньги. Сундук денег. Да. Все. Мы сюда будем деньги и трофеи складывать. Да. Да, детка. Вот такой вот крутой сундук у нас будет. Как вам идея? Отличненько. Кстати, меня не убивали. Кстати, у нас никого не убивали. У нас отлично прошел день. Точнее, здесь фактически неделя уже прошла. Никого не убили. Все сделали. Все. Пощупали, что планировали. Даже построили. Смотрите, мы построили вот такой вот островок безопасности. Я это называю. Сюда будут прятаться мои воины. Не воины. Мои мирные жители. Если вдруг захватчики пробьют нашу оборону. О, уже здесь собираются. Не-не-не. Они к нам не идут. Мы к ним не идем. Если захотят, сами придут. Тогда мы будем вот здесь отбиваться. А у нас здесь и ловушки, и вот это. Не-не-не. Мы туда не пойдем. А еще знаете, что можно сделать? Знаете, что можно сделать? И я даже так сделаю. У меня есть еще одна идея. У меня еще одна идея. Чтобы наши враги не рассредотачивались. Мы ничего не видели. Ничего не было. Что было? Ничего не было. Ничего не знаю. Я хочу здесь сделать еще одну линию обороны. Я хочу поставить вот так вот заборчик. Вот. И вот здесь сделать вот так вот. Это сколько мы поставили? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мне кажется, не хватит немножко. Но у меня есть идея. Больше линии обороны. Мне кажется, что чем больше слоев обороны, тем лучше. Тем у нас больше шансов выжить и остаться в целости и сохранности. Как вы думаете? Вы же со мной согласны? Мы видим, что там враг. Мы укрепляемся. Враг тоже вроде бы укрепляется и наращивает силы. Но посмотрим, кто кого. Так они будут вынуждены идти через эти ворота. Сто слоев. Да. 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 Мне нравится ваш настрой и, в общем, направление ваших мыслей. Мне нравится, к чему мы дошли. Мне безумно понравилась игрушка. Я надеюсь, что вам тоже. Вот. Да. Здесь строительством можно заниматься еще огромное количество времени. Можно, в принципе, переиграть заново уже с... Что? Ой, мы забили наши склады, мы больше не можем собирать. О-о-о-о-о, мы привисели лимит. Мы, короче, мы получили признание от игры. Это, знаете, признание. Ты хомяк. Все, хватит. Остановись. Мы с игрушкой прощаемся на некоторое время. Мы с игрушкой прощаемся, наверное, до каких-то крупных обновлений. Вот. Это только альфа. Самое жуткое сообщение в игре. Я не знаю, это как похвалили. Серьезно. Ты собрал много всего. Молодец. Вот. К нам приехал торговец и предлагают ему что-то продать. Типа, продай что-то. Женщина, сколько можно это хранить? Давайте продадим вот так вот до ровного счета. Смотрите, у меня есть еще одна лишняя, сильвер. Есть бронзовая. У меня много ресурсов. У меня прям игра подвисает, когда я пытаюсь это все прокрутить. У меня много хилинг поушенов. Давайте их продадим немножко. Да у него сейчас деньги кончатся. Я их знаю. Я только настраиваюсь на продажу, у них хопа, и деньги кончаются. Вот еды мы практически по 200 собираем. Это очень, очень хорошо. Вот это я разогналась немножко. О, гоблин. А, гоблин вор. Ну, гоблин вор, так вор. Я хорошо. Короче, я за него очень рада, что он вор. Я могу продать вот такую лазочку. Отличную, честно нажитую. У нас еще вот есть стрельки. О, шапочка. Продать. Все, больше ничего не хочу продавать. У нас 3000 монеток. Ну, походу, монетки сюда не засчитываются. Мне кажется, что монетки сюда не засчитываются. И сюда еще ничего не складывают, потому что некуда складывать. Вот. Всем отличного дня. Хорошего настроения. Увидимся, надеюсь, с вами завтра в 12 здесь. В том же месте, в то же время. С вами была Флешка. И всем пока-пока.